Это последняя лекция на этой миссии. Мы решили провести ее с Костей. Причем решили рискнуть провести ее совершенно новым. Во всяком случае для меня жанре полной импровизации. На тренерском сборе мы договорились только о теме лекции. А то, что получится, посмотрим, что будет сейчас. Единственное, что по формату. Мы немножко поговорим. Наверное, где-то две трети отведены на это время. Согласен? Или побольше? И оставим вам время для того, чтобы вы могли задать нам вопросы. Поэтому сосредоточьтесь, пожалуйста. Подумайте о том, что бы вы хотели спросить напоследок. Я не могу совсем в стиле импровизации. Поэтому я немножко подумала о том, как бы я хотела провести эту лекцию. Последнюю про ассимиляцию опыта. Подумала, в каком ключе бы его проводить. Можно, конечно, поныть по поводу того, что как много не сделано. Как много еще предстоит не сделать. Как многого мы не достигли. Как во многом мы разочаровались. И плакать, плакать, плакать. Мужко стирающего. Убиваться. Пыльным леником и головой об стенку. Или можно подумать вот еще. Если вспомнить любимую мной ДКЛ. То можно подумать о том, что шизоиды наверняка будут выдыхать с глубоким облегчением. И говорить, боже мой, как я устал. Или устала. И все это, эти люди. И вот какое счастье. Еще немножко, и они перестанут мелькать у меня перед глазами. И мне не нужно будет все время напрягаться. И страдать от этого. От того, что вот людям. И с ними что-то нужно. Нарциссы будут рыдать от того, что нужно вот расстаться. Такие хорошие люди. У невротики. У невротики. Нарциссы не будут. Нарциссы гордо удалятся. Сказав, ну... Могло быть и лучше. Не просто могло быть и лучше. А вообще, ну просто, фу. Вот. И я сейчас в некоторой растерянности. На кого работать-то? Чьи рыдания будем поддерживать? На целостность будем работать. Отличное начало, мне кажется. Все уже себя узнали. Вот в этом трястишне. Я думаю, что можно говорить о том, что нам не удалось. А можно заметить еще то, что удалось. Вот. Удалось по факту две очень важные вещи. Они важны для психотерапии и для интенсива. Удалось создать убежище. То есть интенсив оказался действительно убежищем. Для того, чтобы можно было сюда отключиться от другого мира, прийти, постепенно создать то место, в котором, в общем, по факту каждому в той или иной степени удалось раскрыться. Кому-то больше, кому-то меньше. Кому-то раскрыться и получить какой-то новый опыт. Кому-то получить старый. Но при этом действительно создалось пространство, в котором мы оказались как на такой подводной лодке, в которой есть границы, в которой есть мир за и мир внутри. И вот этот, который мир внутри, он действительно на данный момент уже существует. И вот с этим миром мы и будем прощаться в течение этого дня. И вторая вещь, которая нам удалась, и действительно тоже важная, нам удалось изменить время. Заметьте, как интересно изменилось время. То, что вы здесь, ну, чуть больше 12 дней, абсолютно в голове не укладывается. Такое ощущение, что прошла вообще большая жизнь. Вспомнить то время, когда вы с вами приехали, а как будто пролетели месяцы. Это действительно такой эффект. Эффект, когда мы изменили время своим присутствием. Тем, что открывались, тем, что говорили про себя, погружались в какие-то переживания. И время поменялось. Поэтому время, оно условно. Если вот так вот вы приедете домой и расскажете то количество событий близким, которые у вас здесь произошло, они, конечно, обалдеют. То, что ощущение, что вы были не вот этот вот отрезок времени, как бы вне семьи, а намного больше. Вот это две прикольные вещи, с которыми надо прощаться. С огромным отрезком времени внутреннего прожитого и с убежищем, которое давало безопасность на эти дни. Очень здорово, что нам здесь удалось какие-то вещи пережить, а что-то, может быть, останется непрожитым, и это придется проживать уже вне интенсива. И нам вот важно сказать и как-то обозначить эту часть, что какие-то вещи, которые вы будете проживать вне интенсива, это тоже важно. То есть не нужно сразу быстро переключаться в жизнь. Важно, чтобы вы дали себе время, какой-то отрезок времени, просто дать каким-то чувствам и осознаниям просто внутри вас побыть, и чтобы они сделали свою работу. То есть после интенсива там два-три месяца не проживать никаких специальных действий для того, чтобы изменить что-либо. Это очень важно для того, чтобы ваша психика могла перестроиться и ваши решения были более осознанны. Поскольку два вот этих фактора времени и убежища, они в жизни труднодостижимы. Жизнь нас подгоняет, нам нужно куда-то торопиться, а здесь у нас был пионерский лагерь, когда, в общем, все по графику. И можно было отпустить контроль. Утром встаешь, знаешь, что туда идешь. Но даже дальше не хочешь идти, но все равно идешь. Злишься на тех людей, которые организовали такой график, что надо, в общем, приходить на эти группы. Но приходишь, и контроль ослабевает. Есть какие-то внешние рамки, которые эти контроль, ну, как бы поддерживают. А сейчас вернемся в жизнь, и придется опять все контролировать самим. Отношения с близкими, уже кто-то захочет когда-то поговорить, это не специально выделенное время. И придется как-то по-другому устраиваться. Поэтому я вот, ну, с большой какой-то ценностью вот как раз к этим двум вещам отношусь на интенсиве и очень интенсивно за это люблю. Что еще, ну, наверное, вот важно сказать? Важно сказать про те чувства, которые появляются в конце. Вы представляете, у нас достаточно мало ритуалов, связанных с завершением. У нас есть ритуалы, связанные с похоронами. Вот, когда кто-то умирает, и у нас есть ритуалы, что нужно делать. А вот ритуалов с завершением чего-либо очень мало. И вот мы, ну, вынуждены эти ритуалы каким-то образом, на дистальт-интенсиве, ну, действительно создавать вот тем, что мы последний день выделяем для завершения. Мы не просто разбегаемся после какого-то события, а мы вот целый день стараемся заметить, как мы прощаемся, как мы отходим, как мы формируем что-то внутри себя, с чем мы будем дальше работать. И это какое-то очень важное место. Те чувства, которые... Сейчас ты будешь задать, давай, я потом могу сказать. Я хочу сказать, что есть соблазн проскочить этого, потому что есть риск столкнуться с достаточно тяжелыми переживаниями. И риск столкнуться с тем, что мы не умеем с этими переживаниями обходиться, не справляться. Вот справляться мы с ними умеем прекрасно. К ногтю. Там полное бесчувствование и скрытая депрессия там на несколько лет. А вот справляться, позволять себе переживать, это сложно. И есть один из соблазнов, как этого избежать, не позволить себе войти в переживание расставания, в завершение, а быстренько начать что-нибудь другое. Ну вот сейчас у вас наверняка встречи будут с терапевтами. Я вам рекомендую не поднимать новых тем, даже если вы исчерпали те, которые у вас уже шли в процессе терапии. Не начинать нового. Давайте попробуем посмотреть на то, что есть сейчас. Оказаться в той точке, в какой мы есть. Не проскочить ее. Прожить ее полностью. Это сложно. Но я думаю, что вполне достижимо. Ну вот какими-то переживаниями можно это завершение как бы оборвать. Конечно, хорошо в конце группы очень на кого-то обидеться. Потом обидеться с этим человеком, как-то стараться потом не разговаривать ни в коем случае. Уехать и кушать его образ на протяжении следующего года. Как бы вспоминая этого человека, разговаривая с ним внутри, всячески как-то вспоминая то, что не сказал. Вот хорошая такая консерва для потребления. Вот такое прекрасное завершение в виде обиды. Но по факту не завершение. Просто продолжается что-то внутри человека. Вот я с кем-то разговариваю. Отлично также завиниться. Что я, ой, 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 что же я такое сделал. Ну и потом себя уже грызть. Ну, тоже сомнительное завершение. Также можно в завершении обломать злостью. Ну, как бы начать вот зриться. А злость это переживание, которое нам что дает? Оно дает нам приближение. Нам нужно что-то с человеком, на которого мы злимся, делать. Нужно каким-то образом эти отношения трансформировать. Вот в конце можно начать лихо на кого-то злиться. А понятное дело, что уже как бы концовки-то никакой не будет. Вот такой, чтобы эту злость так зарядить. Но время-то немного осталось. Ну и с этим можно завершить. Очень важно это сделать за последние пять минут группы. Раньше не надо. Последние пять минут. Это критическое. Да, это самое важное. Вот в том, чтобы ничего не завершить и оставить. Также эти чувства, которые позволяют внутри себя иметь какой-то объект после завершения и с ним продолжать вот это взаимодействие. Есть переживания, которые вам гарантируют обнаружение внутри пустоты. Но это хорошо взять и обесценить все, что было на этом мероприятии. Все не подошло. Терапевт неподходящий. Терапия двигалась ужасно. В группе не достигли чего хотели. Ничего не реализовали. А тренеры какие-то не кузявые. В общем, лекции читали странные. В общем, вообще ехал сюда с одним, уезжая с другим. Все паршиво. Внутри пусто. Надо срочно чем-то другим заполнить. Клиенты, клиенты были ужасные. Просто вот в мире таких не бывает. Это просто чудовища были. Да, и супервизор. Про супервизор просто слов нету. Надо игнорировать. Вот у них дало такое тотальное обесценивание. И внутри, в общем, гарантия большого, чистого, выжженного поля. Смотришь, ни березки, ни травинки. Надо заново сажать. Как правило, в этот момент люди находят, будь здорово, находят что-то, что, в общем, можно засадить и срочно начать опять растить. Вот как раз начать новое какое-то. Еще... Да. Это очень такое нарциссистическое действие. Когда вы издали, восхищаетесь. А потом приближаетесь, начинаете включаться в какой-то процесс. Ну, в общем, у вас устраиваются отношения, там, что-то. И в какой-то момент вы все обесцениваете. И тогда вы обладываетесь вокруг и находите какое-то другое направление психотерапии или вообще другое направление, чем бы в жизни заняться. И пока вы приближаетесь к нему и там вступаете, все хорошо. Но как только вы вступаете в реальные отношения, все обрушивается. Это такой любимый нарциссистический паттерн поведения, который позволяет все время откладывать жизнь на завтра. То есть вот сейчас мы пишем не черновек, но когда-нибудь придет прекрасное время, то чудесное время, когда я найду то самое настоящее, и вот тогда жизнь будет вписаться на белореку. Также чувства, которые в конце появляются, это еще чувство отвращения. Но когда уже невозможно вмещать никакие переживания других людей, никакие собственные, и на лице возникает такая отвратительная мина, что типа смотришь на все на это и думаешь, боже мой, вообще вот отвратно. Какая-то стукшая колбаса перед тобой лежит, мухи над ней летают, жир из нее капает, и на нее смотришь, фу, как отвратительно вообще, зачем мне это нужно? И, в общем, отвращение, ну, наверное, в этот момент, ну, чуть, ну, не знаю как, ну, чуть лучше, наверное, чем обесценивание, поскольку отвращение, это позволяет заметить, что что-то есть, но я могу от этого отодвинуться и как-то посмотреть на это чуть издалека. И поэтому отвращение, ну, в конце не самое ужасное переживание. Вот важно за отвращением еще заметить, ну, как бы что-то еще, что на этом столе здесь отвратительная колбаса, может лежать какие-то еще другие продукты. Вот. Но при этом их необязательно уже есть. Можно на них просто посмотреть и посмотреть издалека. Знаете, как в Google Maps, кто увлекается, в общем, рассматриванием всяких точек мира, вы можете так вот приблизить какую-то сторону, даже вплоть до магазина. Бывает, даже в магазин сейчас можно зайти. А потом берете и вот так мышкой ведете, колесико крутите, и вот у вас так все увеличивается сначала, а то уменьшается, уменьшается, уменьшается. Страна, планета, галактика. И кого-то вы уже смотрите с какого-то очень далекой точки. Вот отвращение – это хорошее переживание. На что-то посмотреть издалека, вот, ну, уже не приближаться. А такие вот, ну, как бы, важные переживания в конце – это действительно переживание грусти, переживание печали, переживание того, что что-то закончилось, и мне это было ценно, но я с этим уже прощаюсь. Я ничего менять уже не буду. И это очень чувства, которые в нашей культуре не очень поддерживаются. У нас культура, которая поддерживает, ну, если что-то надо успеть, то ты это сделай, пожалуйста. Вот. А если ты, как бы, просто грустишь о чем-то, что оно закончилось, ну, ты, как будто, что-то неправильное проживаешь. Так вот, нам на интенсиве важно, чтобы вы эту грусть себе допускали. И надо понимать, что это грусть не связанная с чем-то, что разрушается и больше в вашей жизни никогда не будет. Это грусть про то, что то, что сложилось, оно сложилось вот таким уникальным образом, и больше вот этого уникального не будет. Будут какие-то другие встречи с людьми. Но вот этой комбинации, этого интенсива, с этим прекрасным туманом, который вчера был, с этими какими-то пароходами, которые там будили, всю ночь мешали спать, с этими людьми, которые плакали, и их слезы, ну, как бы, текли по ихним лицам, и мы смотрели на них и тоже начинали плакать. С этими злыми лицами, когда какая-то ожесточенность была, и нам хотелось спрятаться или ответить. Вот этого ничего уже не будет. А будут какие-то другие встречи, а вот этой комбинации уже не повторится. И вот важно, чтобы было прощание и грусть именно по этому моменту, а не по жизни целиком. Да, я как раз про это хотелось бы продолжить насчет того, что грусть это некое признание уникальности этого момента. И грусть это вот про уникальность мира, про то, что он бесконечно меняется. И там есть переживание того, что если не будет этого, это не катастрофа. Но достаточно часто мы, не желая переживать грусть, переживаем горевание. А это уже вот сюда привносится вот эта нотка «никогда». И на ней все сосредотачивается. Никогда больше. И возникает переживание такого обрушения фона. Вот если никогда больше, то об этом нужно горевать и плакать. И тогда эта ценность того, что происходит, она сильно перегревается, что тоже, в общем-то, не очень хорошо по сравнению со всем остальным контекстом жизни. И вот горевание о том, что этого не будет никогда, сильно отличается от грусти по уходящей уникальности. Я бы хотела, чтобы вы это как-то так приняли. Потому что в грусти есть еще прекрасное чувство благодарности за то, что есть некая совместность. те люди, которые были рядом со мной, мы прожили какой-то кусок жизни совместно. И эта совместность, она уникальна и цена, и у меня есть благодарность за то, что эта совместность произошла. но даже если она не совсем произошла, но попытка засчитана. Все равно это уникально. Пожалуйста. Здорово. И вот у меня есть какая-то надежда одновременно от сложности именно связанной с этим интенсивом, поскольку он сильно отличается от других интенсивов. Я думал, в чем он отличается в своем завершении. я подумал о том, что это Дальний Восток. И в группах очень много женщин, у которых мужчины работают таким вахтовым способом. Они уезжают на какое-то время приличное, их нету, потом они приезжают, они встречаются, потом их опять нету, они приносят деньги, они в общем как-то заботятся о семье, но вот они живут такие две жизни, то есть в семье с женой и потом уходя в море и в общем работая. И вот мне кажется это очень важное переживание для этого как раз региона уметь действительно прощаться, потому что за этим будет встреча. Но то, с кем я прощаюсь, это для меня близкий человек и я прощаюсь с ним, я понимаю, что на какое-то время я его отпускаю и у меня будут какие-то светлые воспоминания о нем или может быть не очень светлые, но я внутри буду эти воспоминания каким-то образом переваривать. И вот именно мне кажется в этом регионе эти переживания должны быть вам знакомы, потому что когда люди не живут таким образом, они редко замечают какие-то изменения в отношениях, которые связаны как раз с тем, вынуждены расстаться, а потом как мне одна клиент сказал, знаешь, я вот с мужем расстаюсь каждый месяц, он уезжает на три месяца работать, потом месяц мы живем вместе. И я с ним прощаюсь как родным и очень мне близким и другим человеком, а встречаю я незнакомого человека, который чем-то мне напоминает того, с кем я простилась, я с ним снова знакомлюсь. И вот это какие-то две важные такие полярности, что если мы можем проститься с чем-то родным, мы потом можем встретиться с чем-то новым, поскольку если мы ни с чем не прощаемся, мы живем в каком-то бесконечном рутинном мире, где жизнь заключается не как тире идет пробел, линия, пробел, линия, а просто линия длится, ужасно скучно. Поэтому важно действительно что-то завершать, ощущать внутри некое опустошение, некое завершение, а потом с этим человеком можно будет встретиться, но это будет уже другой человек и с ним будут другие отношения, и что-то будет интересное в этих отношениях. Знаешь, я думаю, что в чем-то сложнее так жить, а в чем-то проще. Есть некоторые обстоятельства, ну, внешние обстоятельства, которые дают вот эту границу, отмашку, ну, вот, живой столб, а то живешь с человеком, там, я не знаю, вот, я 38 лет живу со своим мужем, ясно, что наши отношения менялись за это время и неоднократно. А вот обнаружить это изменение, вот, пока по башке не треснет, вот, нет, не было вот этих внешних ориентиров, чтобы я заново на него начала присматриваться, подробно так его рассматривать, узнавать, что он какой-то вот не такой, как был раньше. Вот, ну, у меня была вот эта вот организующая среда. В общем-то, организующая среда это много значит. Мы живем все-таки в предложенных условиях, в контексте. Вот у нас сейчас завершается контекст, в котором мы живем, контекст интенсива. А мы перейдем в какой-то другой контекст. И, в общем-то, нам придется обнаруживать вот эти вот изменения, потому что даже если наши близкие от нас не будут даже ожидать больших-то изменений за каких-то 12 дней. У нас-то прошло намного больше. Вот. И мы можем заметить эти изменения. Ну, да, и, в общем, и нас встретят по-новому, увидят, что у нас добавилась морщина седых волос. В общем, и мы увидим, что люди, которые рядом с нами, тоже как-то изменились. знаешь, я боюсь, что не серду их волос. А приезжает человек такой с интенсива, весь такой внутренне свободный, ну, так, не совсем безбашенный, но все же. А ему близкие так на него подозрительно смотрят и говорят, гештальт тебя испортил. Ты такая не была. Жестокая, эгоистичная. И вы косы. Вот ты оказываешься вот этой вот вилке между внутренней свободой и ожиданиями, требованиями, в общем-то, близких тебе людей, чьи бы получили и тебя не безразлично. Да, и поэтому, конечно, важно, чтобы прошло все-таки какое-то время, и как бы близких предупредили о том, что после интенсива, ну, случаются всякие, ну, в общем, реакции, которые в обычной жизни, может быть, за вами не замечены были. Вот, ну, например, могут быть реакции, вот Катя говорит, вот, действительно такие, что вы вдруг говорить начинаете, может быть, это для других выглядит агрессивно, а может быть, знаете, вы здесь вот насиделись, уже друг с другом, а вот, ну, какая-то близость, ну, с людьми, вот, не случилось. Вы приезжаете обратно и можете броситься, вот, в объятие, и как обнять, вот, дорогого или дорогую, или детей подтискать, они могут, ну, от этого, в общем, прифигеть, вот, ну, потому что, что-то случилось такое с вами, вот, раньше вы никогда так не выражали свои чувства, а тут и вместе быть хотите, и давай, мы с тобой, ходите туда и сюда, вот, ну, это было вот 38 лет назад в последний раз, ну, допустим, вот, в такой интенсивности, вот, поэтому, в общем, надо, ну, как-то к своим переживаниям после интенсива относиться, с какой-то подозрительностью, ну, и хорошо все-таки, вот, я люблю с идеологом как-то все-таки разрешать, но с близкими разговаривать, о том, что у меня есть какие-то особенности после интенсива, важно их вот вообще обсудить и не столько как-то реагировать, вот, только что это все изменилось, теперь бесповоротно, ну, как-то, нельзя вернуть назад, но что-то вернется, что-то поменяется, вот, для меня очень важная метафора в конце интенсива, это связанное с завершением, как, с неким путем и как, с неким следом, который у нас остается, вот, представьте, что вы 12 дней назад подняли, ну, такой, не очень тяжелый камень, и вы его, ну, вот, в руке свои, так, взяли, держали и носили, это был формат интенсива, это были люди, это были встречи, это были группы, в этот камень все время держали, он становился то тяжелее, то в какой-то момент вы как-то опять силы пробуждались, он полегче сейчас, но рука у вас все время была вот в этом, ну, напряжении, какой-то тяжести, и вот сейчас в этот камень, вы можете его просто, ну, как бы бросить, и дальше рука все равно будет чувствовать этот камень какое-то время, а можете постараться его аккуратно отпустить, ну, как бы смотря на этот камень, ощущая, что в этой руке его уже нет, но есть какая-то тяжесть от него, и понемножку, ну, как бы вот это ощущение в руке сохранять, то, что я уже ничего не держу, но внутри меня что-то остается от той работы, которую я проделал, и тогда вы можете организовать для себя какое-то экологичное завершение, когда вы замечаете какие-то следы того, что внутри вас остается, но уже вы ничего не меняете, ничего не делаете, потому что вы это понемножку отпустили. Вот это очень важное чувство. Как в юге говорят, знаете, какая самая сложная асана? Шавасана, да. Шавасана – это когда вам надо после такой активной тренировки взять лечь и расслабиться. Вот это безумно сложно, потому что сразу мысли, сразу надо бежать куда-то еще делать, ноги дергаются, руки дергаются, вот расслабиться очень сложно, это отдельная работа. Замечать, как мое тело начинает что-то отпускать, и как моя психика может что-то отпустить. Поэтому я надеюсь, что вам это удастся за время вот этого дня. Это достаточно большое время для того, чтобы понемножку что-то уже отпустить. Ну, вообще, я тут посмотрела на часы, у нас обещанные две трети времени прошли. Но вот мне кажется, что если вы проявите какую-то активность в плане вопросов, это тоже будет хорошо работать на завершение, потому что вы сможете не увозить с собой какие-то вопросы, которые потом будете думать о том, что вот, не задала же, а вот, вот, она осталась. Вот. А можете это сделать сейчас. Я вообще вам рекомендую вот сегодня как-то так вот встречать людей и смотреть. Вот у вас есть что-то им еще сказать? Или уже все вы им сказали? вот. И если есть, то, ну, не отказывать себе в удовольствии все-таки сказать или спросить, взять или отдать. Это одна из процедур завершения. поэтому я думаю, что может быть, у вас есть вопросы. Мы ждем. есть внутренние вопросы, их не обязательно озвучивать. А есть внешние. Про внешние вопросы влюбить. Может быть, у вас есть не вопросы, а какие-то утверждения, которые бы вы хотели сверить с нами? Какие-то наблюдения и замечания, которые мы могли бы поделиться? Можно ли не проживая монаду избавиться от зависимости? Вопрос, можно ли не проживая монаду, То есть стадию, где человек находится как бы сам собой избавиться от зависимости? Нет, потому что это изменение внешнее, и попадая обратно в среду, где-то вынужденно будешь взаимодействовать с другими людьми. Если не развязан сам паттерн поведение, то будут воспроизводиться то, что принято, то, что ты уже отработала, то, что задано семьей, средой, то, что умеешь делать хорошо. То есть нельзя убежать от себя. Можно, конечно, заменить внешние обстоятельства, но от себя убежать нельзя. лечение созависимости путем отказа от отношений не работает. Добавлю, у меня просто фаталистическая в этом месте картинка. Я думаю, что, в общем, по факту мы всегда наедине сами с собой находимся. И, в общем, даже если мы вступаем в отношения, это какие-то краткие моменты близости. И если мы замечаем, то, в общем, по факту мы все время находимся в этой пресловутой манаде. Мы отделены от окружающего мира своим телом, мы окружены от окружающего мира своей психикой. Если встреча случилась, это прекрасно, но большую часть мы проводим в одиночестве. Если говорить про зависимость, то, мне кажется, это просто-напросто желание не замечать всяческими способами, что я по факту являюсь вообще отдельным от другого мира. И работа встречи это работа отдельная. То есть встретиться с человеком это вообще довольно сложно. Я надеюсь, нам удалось сделать эту работу. Но вообще по факту большей частью мы такие довольно одинокие существа, запертые в бренном теле своем. вот так фотоэлистично у них. нет контракт будет исчерпан завершением интенсива. Вы заключали контракт и этот контракт исчерпан по завершению интенсива. сегодня в 20 часов рови будут сняты. И после этого мы не будем вам тренеры и клиенты уже не будут клиентами, терапевты, терапевтами, супервизоры, супервизоры. карета превращается в тыкву. все-таки мне про монаду вопрос. Я не знаю, сайт или что это произошло. Для всех это оказалась изоляция, для меня это была монада. Какие-то два понятия для меня сейчас они стали как-то... не могу расстрелиться. Чем они отличаются? Объективно ли я так не струю. Мне кажется, что я была монаде и сейчас от окружающих я осуществлялся изоляции. Мне запрещено. Ну, можно сказать про три вида одиночества. Одно одиночество это одиночество как ощущение брошенности. Когда от меня ушел значимый близкий, я остался один. Я переживаю эту тоску по нему, недоступность с ним оказаться. Одиночество мучительное, такое, как брошенность. Есть одиночество как изоляция. Это когда я не могу выйти и встречаться с другими людьми и с ним уступать взаимоотношения. И вынужден находиться только сам с собой. И в этом плане это изоляция от другого мира. Есть одиночество как опыта уединенности, который такой целительный. Когда я могу быть один сам с собой и мне от этого хорошо, я не разрушаюсь, я не испытываю каких-то безумных мучительных переживаний, связанных с тем, что меня сейчас куда-то кто-то не зовет, или я к кому-то сейчас сам не стремлюсь, а я просто восстанавливаюсь в этом уединении. Вот важно различать собственные состояния. и часто бывает людям очень сложно представить, что все дружно куда-то хотят бежать, а человек говорит, а я не буду сегодня с вами время проводить, я пойду и посижу у себя где-нибудь в комнатке, мне хорошо книжечку почитаю, говорят, какой-то изолированный, что ты всех бросил, ты не хочешь с нами. Это просто вид самоподдержки, где важно побыть одному. Со стороны это бывает смотрится правда у каждого глаза сидят по-своему, хоть у всех спереди, но смотрят абсолютно по-своему. Поэтому что-то может быть у вас опознают как изоляция, а вы это чувствуете совершенно иначе. Дело в том, что первые два вида одиночества они вынуждены. Человек теряет свободу выбора. И только в третьем он осознанно выбирает оставаться на море и идти к людям. И он свободен в этом выборе. А у окружающих достаточно редко мы встречаемся с третьим обедом одиночества. Как-то это у нас социально не очень. Поэтому у близких и окружающих возникает тревога по поводу того, что что-то с тобой происходит и скорее а вдруг это вот эти первые два вида. И в общем конечно нужно же вложиться нужно же как-то вот тревога страх за тебя там энергия поднимается хочется вернуть к миру. Вот хороший вопрос я думаю как раз еще связан с тем что вы сейчас приедете домой а контактов здесь было много у вас и вы можете близким правда как-то немножко объяснить о том что если я хочу побыть один это не значит что я вас бросаю я от вас отказываюсь я не хочу общаться это значит что мне нужно какое-то время переварить то количество информации то количество чувств которые у меня были какие-то здоровые здоровые рамки если здоровые и нездоровые рамки уединенности находятся и у комфортно ему больше дискомфортно когда кто-то очень много начинает это его пространство занимать ну вот в гистальтерапии у нас нету понятия нормально ненормально вот мне кажется этим ценно это направление наше которым мы занимаемся вот есть индивидуальные правда особенности кому как хорошо вот поэтому если хорошо быть подальше от людей ступать с ними в контакты ненадолго и по минимуму это просто так человек устроен главное чтобы он просто осознавал что это не вынужденная ситуация это его выбор он может больше вступать но он как бы не хочет потому что он знает себя достаточно и хочет побыть повыше но как-то без такой стимуляции отношенческой есть очень хороший критерий который позволяет осознать себя в этом если человек способен к близости в какие-то вот мы же не можем быть в близости постоянно но если человек способен к близости это близость насыщенная наполненная и качественная то значит все с ним все в порядке сейчас мы будем завершать я просто в конце вот скажу у меня есть замечательный друг с которым я познакомился мне было 21 год мы с ним встречаемся раз в год и нам этого достаточно для нашей с ним дружбы мы встречаемся раз в год где-то ну часа на три всего что-то другу рассказываем вот я смотрю на него он смотрит на меня мы улыбаемся тупо в конце обнимаемся и для нашей дружбы этого достаточно это очень хорошая дружба вот я не знаю вот так можно со стороны смотреть конечно очень мало а внутри переживается как очень хорошо больше не надо последний вопрос вот и будем завершать давай что делать если проживание марада невозможно в данный момент нет возможности прожить мараду что делать просто страдать от зависимости страдай ты можешь здесь нет однозначного ответа вот что делать по крайней мере сейчас осознавать какую-то невозможность собственную оказаться в том месте где у тебя будет меньше страдания чем здесь сейчас вот знаешь ты принимаешь очень важный вопрос и он мне кажется связан с тем что мы уже говорили в лекции очень важно принимать реальные ограничения и понимать что они есть в моей жизни и в настоящий момент она устроена именно так и можно конечно посвятить себя тому чтобы оплакивать и горевать это эти обстоятельства и бороться вообще класть жизнь на это можно в этих обстоятельствах организовывать свою жизнь ну точно вот я никогда не стану приму балериной большого театра никогда я могу посвятить остаток моей жизни оплакиванию этого факта могу в общем-то не оплакивать смотреть болит да болит мне нравится смотрит да ну что спасибо вам это последний лек хорошего дня спасибо 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 Продолжение следует...